Клайма студент, сегодняшнюю лекцию мы с вами посвятим очень сложному и исторически длительному процессу создания обтронных вычислительных машин. К чему мы сегодня двигаемся? Фотонных, можно сказать, фотонных машин, которых основным двигателем, как говорится, будет являться уже не электром, а фотон. Поскольку требования быстродействия все время растут, и все время нужно удвоение. Закон, чтобы удвоение производительности вверх выполнялся, необходимо искать новые пути. Повышение быстродействия вычислительных машин, кроств, комплексов. Таких путей в основном три. Это первый путь. Это создание новой лимонной базы, новых частей этих машин, которые работают не совершенно вроде принципов. То есть, например, фотонный тип, электронный тип, где относительной информацией является фотон, и также является основным исправительным элементом. Фактически, фотон массу попорили в углу, и по сравнению с электроном, который обладает инерцией, мы получаем, если мы электронные, вот в случае диапазоны, дальше не продвигаемся, то с помощью фотоники со штуки можно получать тераплоков в секунду. Что, собственно, сейчас и достигнет уже момента попов-коподратца. Второй путь, это путь повышения структуры самой лимонной машины. То есть, можно на тех же элементах, которые сейчас имеются, элементы PN, MOC, MOC-транзистра, NGP-транзистра. И также можно создать лимонную машину, используя ее в принципе распараллеливание операций. Операция распараллеливается к специальному алгоритму и выполняется независимым местным процессором. Что мы сейчас имеем? Несколько процессоров уже у нас бытовых компьютеров, ноутбук, домашний персонал, и компьютер мы имеем до 4, больше всего процессора. Соответственно, скорость, хотя скорость одного процессора небольшая, то, выполняя операции параллельно, они могут на порядке повышать быстротность всего процессора. Ну и третий путь – это разработка специализированных устройств. Виникально новая структура, где кроме процессоров, запоминающихся стрессов, управляющихся стрессов, есть также параллельно, логические убилки, и с отключением датчиков, которые выполняют тоже математические операции до пода ОВР, а также использование аналоговых структуров гибридных принципов по своей гибридной процессору. Это характерно сейчас для специализированных устройств. Но мы с вами остановимся только на первом пути. Как подвигалась история из-за ростания вот этих элементов, маленьких миниатюрных, которые мы называем диоды, транзисторы, откуда ноги растут и этой всей цепи. Но если пойти в историю, то мы видим, что все шло от кадерер. То есть кадерер – такое устройство, которое представляло себе колбу, там был насыпан угольный порошок и иголочка другого конца. И вот этот элемент выполнял функцию детектирования сигналов, то есть выделения низкой частоты и снесущей радиосигналы. То есть он позволял построить гетерогидные приметы. Гетерогидные приметы, несмотря на свою примитивность, как оказалось, он в настоящее время становится чуть ли не прорывом современной техники в связи с открытием графенов, пульвенов и, соответственно, нанотрубок сделанных. Ну, если взять гетерогидные приметы, то там тоже проявлялись эти эффекты. Взывника там эти были эффекты. Ну и действительно, когда исследователь Олег Лосев в Межрадородской лаборатории занялся вопросом, то он обнаружил хоть слабое, но свечение в этом поделиве, в Эстетерогиде. Но на это никто не обратил внимания. Хотя он посвятил дальше сутка жизни этому исследованию этого эффекта, свечение в контактах различных полукровников и достиг определенных результатов значительных. Но, к сожалению, получилось так, что война в Великой Отечественной. Он попал в Ленинград, был в Ленинграде, в техническом институте своей работы тогда проводил, и скончался, не достигший 39 лет от рода. То есть все работы были просвещены. Но его работы, связанные с освещением, переходом, в контактах, никто не обратил у нас внимания, а в Германии обратились, сразу-то на него обратились внимание. Его работы изучали, спубликовались. Мало того, что было названо это свечение Лосик Лайк в немецком журнале в 1948 году. И, в принципе, если бы он не скончался так рано, то, конечно, он получил бы Нобелевскую премию за вот это открытие, свое смещение в переходах, в твоих переходах. Ну, мы знаем, что дальше светотехнику эту полупродвиковую очень хорошо начали развивать в Америке, в Японии. Вот Ник Холоньяк в 1962 году, это из США, специалист, он подготовил промышленную производство уже светодиодов первых. Уже были светодиодов в 1962 году, в 1962 году. Ну, и у нас не отставали физико-технические институты в Лейнграде. Эти исследования подхватил Зарас Иванович Алфёров, который, в общем-то, в 1968 году он впервые опубликал работу о дикторе Лазера, которые представляли собой структуру элементов А3, В5, таблице Менделеева, спаи, и получал в этих спаях свечение, конкретное свечение. Ну, если разобрать, то это свечение было у него в очень большом КПД, в очень необычайно большой КПД. Если в обычных диодах, светодиодах, КПД составлял не более 15%, то у него, как минимум, 30, то есть два раза увеличил КПД. Когда я прочитал первую его работу в иностранном журнале, жил тогда недалеко от библиотеки Суан, Осидерского отделения библиотека, а вот в Севастополе, Осидерской, я сразу же кинулся своим ребятам, которые занимались разработкой и сухих искров, и рассказал им об этой работе, о перспективах ее. Сразу же, как говорится, эту идею подхватили ребята, поняли перспективы, все это, и я даже и высказался тогда. Говорю, это Нобелевская тремия. Ну, собственно, так оно и получилось. Мало того, по одной из тематик меня послали в командировку Гаррис Ивановича оформить. Я прибыл в регистрат, и меня там встретил Гаррис Иванович и помощник его портной. И они мне выдали несколько образков вот этих инжекционных гетеролазеров, которые они разработали, в то время разрабатывали. Вот таким путем следует отметить, что в настоящее время вопрос очень продвинулся далеко в этом направлении. Не только по КПД, но и по быстродействию. Мы сейчас имеем быстродействие, что гетеролазероструктура достаточно высокая. Гораздо выше, чем 1 манасекунда время переключения диода. И вот я вам приведу самые такие основные наши генералы этого направления, которые занимаются. Вот их фамилии. Это Алферов, Конев, Туриз, Асеев, Гапонов, Панов, Полторадский, Сибирдин. У Сибирдин, опять из Москвы. Наноматериалы и нанотехнологии. Вот их статья. Можно в интернете ее и обзорная книга Дьячкова. Здесь уже другое направление. Углеродные нанотрубки. И он, в институте общей неорганической силы. Их свойства и применение. Ну вот, фамилии здесь я тоже написал Казарина и Стофеев. Это два товарища, они работали совместно с Алфером Зараси Ивановичем. Казарина в теоретическом плане, а Стофеев потом был переведен на работу в Еленоград. А сейчас он работает во внук МЦП Ореон. Ну и дальше перечислены вот две наши работы по применению этих всех приборов, которые были доложены на конференции в Киеве. Еще когда был Глюшков, академик, проводил эти конференции. Вот были у нас тогда сделаны доклады. Что касается гетероструктур, то здесь специалисты дошли до того, что до флантовых точек. То есть наноструктуры, флантовые точки они генерируют свет. Генерируют очень эффективно. При небольшом при небольшом возбуждении очень быстродействуют быстрый и они в широком диапазоне яркости работы управляемые и яркости. Что позволило уже вот эти наноточки, наноквантовые центры использовать в мониторах. В зону монитор. Ну я тут еще приведу из истории. Если взять вот смотрите, такая будет, вот такая была схема вот. Видите, PNP-переход это фотоэлемент внутреннего фотоэффекта. Классическая его схема. Поток фотоэффект падает на НП-переход и возникает ПДС. Но на грузке возникает ток. Это обратное преобразование, то есть от потонов к электрическому току. КПД тоже был низкий, 15-18%. Это по данным колтуна. классическая схема использования тунемных диодов. Конкретный тунемный диод с ценообразной характеристикой, с памятью, схема его включения реальны. И использован был диод еще стабильный 3,3,6. Вот такая была схема техники. Ну и другой был диод 1И уже в Германии 1И308К. Вот этот диод таблеточка, она была удобна для постановки полосковой линии, микрополосковой линии. Ну и соответственно здесь привожу я эти программы для моделирования вот этих всех схем, схема техники. где все эти перечисленные диоды и транзисторы все от истории до наших дней. All Data Ship Cam и вот Data Ship Archive Cam и программы старинные. Ну они уже не старинные, тут есть и современные. Multisim она и современная, сейчас применяется. И электроник WorldBench. Также вот для разработки плат Pultivote, Eagle, это вот такая программа, Way, Portcad, Portcad, ProTel, Tango, и PCC. то есть современная алгоритмическая база позволяет строить уже непосредственно схемы и изготавливать их вот до того, что это делают все автоматы. Автомат рисует даже вот сейчас уже чернили, серебряные чернили, разработал нам серебряные чернила, которая позволяет уже рулонную печать проводить рулонную печать на целых схем на этих надзиодах, на транзисторах современных, пленочных. Это пленочные чернили. Конечно, здесь я не перечисляю для всех моря разных технологий. Если это отметить, что это одна из таких стыковых областей полупройдниковой техники, где сантулись между собой достижения современной каллиграфии, достижения современных ускорителей, поскольку некоторые скрапления редких металлов полупроводники достигаются путем ионного скрапления вот этими ускорителями, пучками, с полным инструментом. Ну, я уже не говорю о литографии и других процессах, которые из смежных областей пришли. И сомкнулось, что это дело вместе в такой большой комплекс, в узел проблем. Вот, например, одна из современных систем диодов. Вот это резонанс и дольдоги. Очень перспективный в качестве переключения модуляторов для микросхем, связанных с РЛС, наверное. Вот, смотрите, он гастробист, то есть, учителями этот резонанс и состоит от двумя шестислойка. Здесь и арселийс галлии с М-плюс проводился, и галлии арселийс, потом гетерра структура, вот они минус галлия единица минус арселийс, арселийс, галлия, и таким образом тут и ява, и барьер сформированы, как бутерброд, сэндвич такой, или гамбургер. Все это имеет два вывода, и на арселийс, галлий, полупродниковой подможке. Значит, технология, технология нанесения этих пленок вот до одного молекулярного слоя нанесения вот этих всех своих. То есть однослойные все системы. Ну, для удаления излишков просто не нужно, вот элитографию применяют. Ну, автор еще повторю, что это из МГТУ Иванов и другие. Одновременно кроме плоских структур широкое применение начинает получать цилиндрические системы, что связано с хорошим согласованием цилиндрических передачи по тумбокаминам и для построения трехмерных интегральных систем. Вот, например, такая цилиндрическая структура недавно разработана, она фактически нано, имеет наноразмеры, центральной жилой это галлий N, галлий N, галлий P наружу, или здесь наоборот. При воздействии потока F светового он вырабатывается соответственно в этой структуре сигнал, который передается дальше, может передаваться дальше в следующую систему. Особо следует отметить здесь вот эти вот нано-лазеры на основе квантовых точек. это видимо одно из наиболее перспектив и вот здесь достигнуты скорости переключения свыше 1 ТГц, даже до 2,5 ТГц вообще в 2008 году еще достигнуты. нано-биот для скоростей свыше 1 ТГц в 2008 году. Ну, ферма соответствует Англии вместе с Датчанами. И вот Новосибирск работает, тоже не отстает по квантовым точкам. Создали на основе центральная нано-частица золота, окруженная кремнизиумом с присадками различными для получения разных цветов. И все это находится в тонкой пленке, в тонкой окружающей пленке, как соты. Сестигранные соты. Вот в такой тонкой пленке все это находится. Ну, размера порядка 6-10 манометров. Это мы имеем одно направление. Второе направление это графитовая система. На основе графен, это структуры и нано-трубки и пулерина. Неслед отметить, что это конечно перспективная если только не замкнутся на одном графите, потому что сейчас уже нано-трубки делаются из серебра, по-видимому даже скриньи, вот, что в общем-то перспективно. И также вот пулерены и слои, отдельные слои тоже делаются с 40 тысяч материалов. Но поскольку нано-трубки имеют кроме электроники еще большой степень применения в химии там отдельный целый пласт применения нано-трубок. Ну, кознется только попыток создания на основе нано-электроники на основе этих трубок. Вот здесь применим самое простое. Вот нано-трубка между двумя контактами К1, К2. Это нано-резистор простой. Если в боковой поверхности трубки пригладывать потенциал, то сопротивление будет меняться. Причем оно будет меняться на порядке при приложении небольшого напряжения. То есть это показывает эффект очень хорошее. А размеры естественно это размеры как у этих нано-трубок примерно приближаются к размерам уже самих вирусов. То есть можно сделать эти нано-трубки маленькие. Соответственно квантовая нано-емкость представляет собой две площадки две площадки с плоскими монослоями разделенные с собой динамика. Нанодиод это та же самая нано-трубка расположена между контактами но она согнута в колени. При таком сгибании происходит у нее лентильный эффект политический потому что она в одном направлении начинает пропускать а в другом не пропускать. эта аналогия может привести к фуле бидронинамическому. Если у нас есть труба то там поперед трубы если сеточку поставить металлическую типа дуршлага и а сеточку покрыть еще с одной стороны резинкой с дырочкой то значит в одну сторону если вы будете пропускать воду то она будет проходить по пути через сеточку через эту и отодвигая резинку она будет проходить а если вы со стороны резинки воду пустите то вода призмет резинку к сеточке и закроется это отверстие и вода не будет проходить это такое грубое механическое объяснение, но оно довольно наглядно показывает. Кроме того, вот простое Y-сочленение и T-сочленение двух трубок, также оно может работать как трагедия. Переуправляемый дел. Очень перспективным являются акционы на трубках с хулеренов в центре. Но это вообще, это пусть создание уже не искор на основе вот этих природных трубок. И по структуре будут приближаться к идеальным, четверным, компетанным сетям. Что касается построения с хим, то ферма IBM уже она построила на таких устройствах все логические или нет, или нет, или нет, или нет. всю базис и триггер и так далее, и так далее. Они это все построили. И сейчас они переходят в пейси, работают параллельно, они еще и в оптическом патологии. Ну вот, например, такая простая схема, приведу пример, что она вот, если взять простой мост у Эстона Кристи, и на него вот два потока, и один, и два, воздействуют на фоторезисторы. И в диагонали мы видим светодиод. А фоторезистор подсвечивается другим совсем потоком другой частоты. Он создает ОДС в этом мостике. в диагонали мостика мы имеем напряжение, если потоков если вот по схеме и нет. То есть, если потоков нет, то будет свет, если хотя бы один поток есть, а другого нет, то будет свет, а если оба потока действуют, то будет ноль. На выходе фалант будет мостовой. Ну, также мы раньше рассматривали много мостовой, двух мостовой цепь. Три рассматривали с вами на предыдущей лекции. Также его здесь используются. Очень конспективно кольцевые схемы на нанотрубках. Здесь в кольцо три нанотрубки для контакта. На одну вот заштрихованную падает этот нейтральный поток. Базовый, как говорится, базовый поток и он создает разность потенциалов на других трубках. И также если обе трубки на обоих трубках есть сигналы, то мы на выходе будем иметь сигналы. Это как схема совпадения работы. И также они могут иметь память, то есть с памятью могут работать. Как туннельные диоды эти отрезки трубок. И вот пулереновые используются с нанотрубками. То есть мы видим пулерены связанные трубками кольцо. Это как пример. Это пример используем. вот такое состояние дел у нас по элементной базе. Соответственно я назвал здесь имена основные кто занимается этим вопросом. в интернете посмотреть все их работы и выйти на эти структуры заняться проработкой. как схемотехнической так и принципиальной то есть отдельные элементы так и схемотехники для разработки конкретных которых у вас по курсовым по дипломным задачи будут решаться с помощью вот такого инструментария базового и программного обеспечения. большое за внимание. На сегодня лет закончили. До свидания.